Могли ли вы представить себе, что когда-нибудь произойдет эта жуткая трагедия? Причем это не только украинская трагедия, я считаю, это российская трагедия прежде всего. Невозможно было это представить никогда. Никогда. Можно сказать только, что все, что произошло, это слишком. Слишком. Это не то, что нельзя было представить, это нельзя было делать. И вообще сегодня, в 21 век, такое делать сегодня, когда... Я вот подумала, знаете, я подумала, вот представьте, что Франция воюет, например, с Германией. Невозможно. А почему? А потому что, если вам нужна земля, езжайте, покупайте. Пожалуйста, вы купите себе дома, озеро, вместе с озером. Это у меня Эми тут лает дома. Понимаете, никакой нет нужды сегодня, потому что люди одинакового достатка, одинакового уровня ментальности. Мне кажется, вот я просто так размышляла и думаю, почему там это невозможно, а вот с Россией было возможно. Вот надо быть одинаковыми. Это как каменный век вот сейчас для меня. Мне кажется, то, что случилось, это могло случиться только какой-то, ну не знаю, сто лет назад. В жизни не только людей, но и поколений бывает такое, такой день бывает, когда говорят вот то, что было до этого дня и то, что происходит после этого дня. Вот таким днём стало для миллионов, десятков миллионов украинцев 24 февраля 2022 года. Что вы почувствовали в этот день, когда узнали, что началась война? Я думаю, что это было какое-то, ну я как онемел. Я ещё была особо не в состоянии реагировать, я имею в виду выходить в Инстаграм. Для меня это было невозможно, по многим разным моим причинам. Но это было так страшно, как только я оклемалась, я тут же позвонила своему музыканту. И вот это то, что я выложила в Инстаграм, я думала, главное, мне нельзя плакать. Потому что я отплакалась, разговаривая с ним, а решила я его поддержать. А закончилась тем, что он меня поддерживал. И это меня просто убило на повал. И я думала, лишь бы не заплакать. А потом смотрела в Инстаграме, думаю, как это фальшиво выглядело. А потому что хотелось сделать вид, что я типа очень сильная. И просто остановите войну, не стреляйте. А это вообще не об этом. Это вообще не об этом. Это агрессивное, агрессивное действие России против Украины. Это не то, что не стреляйте там, стреляйте. Ну вообще, сегодня уже просто смешно это вспоминать. Потому что нельзя было представить такое, что такое случится. И я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что это происходит. И знаете, что у меня сейчас появилось? Если мне что-то плохо, я все время думаю, что мне плохо. В Украине вон чего. И как только у меня были какие-то процедуры, не смей бояться лайма. В Украине сейчас такое, им намного хуже. Ты не имеешь права даже думать. Даже не бойся. И вот все, какие бы я ни делала процедуры неприятные, я все время себе говорила, там намного хуже. Не бойся. Вот как плохо вам сейчас, это нельзя представить. Мы не могли... Я думала, я всегда говорила, как мы здорово живем. Мы прожили такую жизнь длинную, и не было войны. Вот тебе, пожалуйста. Помните, при Брежневе, как говорили, лишь бы не было войны. Да. Да, да, да. И это уже стало как будто смешно, потому что, ну не могло же быть войны. Да, какая. Но какой сумасшедший будет это делать? Ну, а сегодня, когда такое оружие сумасшедшее, ну кто это будет делать? Нет, оказывается, могут. И я даже думаю, что они не переживают. Не переживают, что уничтожаются люди, уничтожаются зверята, уничтожаются птицы, уничтожается черное море, уничтожается воздух, климат меняется. Ну, хоть что-то должно на человека сработать, мне так кажется, знаешь? Ну, что-то. Кто-то любит, знаешь, там рыбок, кто-то любит птичек, кто-то хочет просто свежим воздухом дышать, кто-то не хочет, чтобы поменялся климат. Нет, нет, это не останавливает. Мы думали, что самое плохое время – это пандемия. Нет, бывает хуже. Сегодня абсолютно уже многие говорят, и лидеры европейских стран, и просто европейцы говорят, ну, мы понимали, что когда эта орда на вас пошла, ну, продержитесь три дня, ну, продержитесь неделю, ну, максимум месяц, ну, бороться с ними невозможно. Их вон сколько. 140 миллионов, ядерная страна, полусумасшедшие эти полчища. Как вы продержались, все говорят, это чудо какое-то, чудо. Скажите, вот вы в первый день-два, вы верили, что Украина может выставить, или вы понимали, что шансов нет? Нет, мне даже в голову такое не приходило. Мне даже в голову не приходило, что несправедливость может победить. Вот как-то я даже, я вот сейчас, вот сейчас вы спросили, и я вот думаю, что нет, мне такое не приходило ни одно мгновение в голову. Потому что нас учили, что добро побеждает, и иначе и не может быть. И сегодня, когда слушаешь, то не веришь своим ушам, потому что выглядит, как будто люди сошли с ума. Они вот так все перевернули, и еще Украина виновата. И еще не хочет договариваться, и еще чего-то она не хочет. Ишь ты какая, я не понимаю, что происходит с головами людей. Ну, не понимаю. Вот даже я давала несколько интервью, и я читаю комментарии, и думаю, у меня даже нет таких комментариев, на которых я могла бы ответить. Потому что они говорят какое-то сумасшествие. Отвечать некому, они не слышат. Они придумывают себя, они думают, что я просто против России. Так они воспринимают. Дело же не в России. Дело в агрессии, которую сделала Россия, которая напала на Украину. Все время я говорю одно и то же. Россия напала на Украину. В этом дело. Но я не знаю, если я буду проезжать на машине, и слабого будут обижать, но мне кажется, каждый нормальный человек остановится и будет помогать ему. И поэтому Украине надо помогать. Даже я не знаю, как вы все терпите. Я даже не понимаю, как вы терпите это. Потому что мы не можем ничего сделать. Я не могу так помочь, чтобы все это закончилось, чтобы люди не плакали, чтобы не было столько ненависти. Ну, я просто представляю, если бы на меня напали. Я бы, наверное, еще хуже вела бы. Намного хуже. Да какое хуже? Я бы намного хуже себя вела. Как вы терпите все это, я не знаю. Желаю. 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 И сил. Главное, сил. Терпение, сил. Удачи. Здоровья. Победы. Зло не может победить. Вот вы сказали, зло не может победить. Я когда-то совсем юным пришел на интервью. Вы помните, в Советском Союзе был замечательный режиссер и актер Олан Быков. Потрясающий, мудрый человек, родившийся в Киеве. И вот он мне говорит, скажи, а как ты думаешь, вот добро и зло, что побеждает всегда? Я говорю, конечно, добро. Он говорит, нет, побеждает зло. Я смотрю на него, думаю, что он говорит такое? Он говорит, а в чем, несмотря на победу зла, победа добра? Я говорю, не знаю. Он говорит, в том, что оно остаётся добром. То есть он сказал, что не всегда, к сожалению, добро побеждает зло, и не всегда справедливость торжествует. Вот в чем беда главная. Иногда эта наглая сила, она доминирует. А мне кажется, что не сегодня, завтра, когда-то всё равно всё возвращается. В моей жизни я просто не делала никому плохо никогда. Но я делала несколько хороших у меня поступков в моей жизни. И вы знаете, какая-то вот, какая-то линия выстраивается, и это мне возвращается. Вот это я заметила. Но ещё я заметила, не дай бог подумать только о ком-то. Ну, так не очень хорошо. Ко мне обязательно это возвращается. Я тоже это испытаю. Поэтому я думаю, что если пофилософствовать немножко, то мне кажется, что добро всё равно победит. Просто понимаете, сколько страданий? Сколько страданий надо вам вытерпеть? Это уже как бы вы проиграли из-за того, что вы страдаете. Но в конце концов, всё равно добро победит. Вот как-то вот так оно выкрутит, но случится. Вы с Путиным лично знакомы? Да, знакомы. Ну, знакомы. Мы не братались знакомы, но знакомы. Ну, вот как вы встречались, как это было? Да, это были концерты, это были какие-то такие маленькие выступления, где ты близко находишься. Новый год, там что-то такое. Но разве можно было... Он же может быть очень обаятельным человеком, если хочет. Вот я хотел спросить, какое впечатление он производит при общении непосредственно? Хорошая, хорошая. Наверное, если хочет. Я не знаю, какой он бывает с своими подчинёнными. Но он может оставить впечатление. Ну, мы все можем оставить впечатление. И что теперь? Понимаете? Вот мы теперь видим, кто есть кто и что происходит. Но мне кажется, что... Ой, я даже так не могу говорить. Но мне кажется, что-то с ним случилось во время пандемии. Я знаю, у меня есть знакомые, которые во время пандемии просто впали в такую депрессию, что пришлось выходить из неё. Ну, повезло с помощью врачей. И мне кажется, что, смотря на то, что происходит, сегодня уже все ездят, летают. А у Владимира Владимировича всё равно длинный стол. И, насколько мы слышим, вот всякие там в интернете рассказы, что каждый человек, который с ним встречается, он должен быть в карантине 40 дней. Вы понимаете, что уже весь мир забыл про это. А с ним происходит, продолжается всё. Очень страшно, что, может быть, уже не он решает вообще всё. Такое же тоже может быть. Это ещё страшнее. Вы знаете, многие украинцы считают, что главный источник наших бед – это Путин. Я бы шире посмотрел на эти вещи Путин и российский народ. Потому что Путин равен российскому народу, российский народ равен Путину. Посмотрите, как они поддерживают эту агрессию. Как они кричат, бей их, уничтожай их. Как они радуются, когда русские ракеты бомбят наши города и убивают детей, стариков. Потрясающая история. И волей-неволей всё время делаешь экскурсы в историю. Вам в Латвии хорошо известно то, о чём я сейчас скажу, и хорошо памятно это. И это не сотрётся никогда. Как в свободную страну вошли советские танки с красными звёздами, как следом за ними пришли НКВДисты, что они вытворяли латвийским народом, как русские приехали, как изменилась жизнь. Тут же в памяти это всё оставь. Ну, это как с генами передаётся. Да. Этот страх передаётся с генами просто. Моя мама... Знаете, как наши родители всегда хотели нас сберечь. Вот этот страх, который сегодня в России... Моя мама же была молодой женщиной, когда была война. Но в ней всё равно этот страх был. Она боялась сказать, что я крещённая. Она много чего от меня скрывала, боялась. Потом она рассказала много чего. Но вот этот страх... И вот сегодня, когда я смотрю, что происходит с россияниями, вот у них тоже этот страх, как будто вернулся. Наверное, что-то не то сделали в 90-х. Не доделали до конца. Не доделали. Да, да. К сожалению. И в результате они стали недоделаны. Судьба. Но только жалко, что вам приходится это на себе испытать. Очень грустно. Очень грустно.